Директор, выпускники, учителя, ветерана педагогического труда к проведению торжественного мероприятия, посвященного юбилею школы, построены и готовы. Все как тогда, в те юные 70-е, 80-е, 90-е. Уже состоявшиеся в жизни ученики 11-й школы при параде с цветами собрались на торжественной линейке. Их встречают сегодняшние школьники в ретро-форме. Работает радиоузел, звучит школьная радиогазета. Выпускники, учителя и директора приехали на юбилей любимой школы из разных уголков страны. В холле организован школьный музей и выставка стен газет с фотографиями, которые, несомненно, вызывают ностальгию и возвращают героев сегодняшнего праздника в далекую юность. Среди них люди, которые внесли весомый вклад не только в развитие родной школы, но и города. Братья Медшины вспоминают, что были частыми гостями в кабинете директора. До тех пор, пока один из них сам не стал его заменять. Случилось это в день самоуправления в школе, когда ученики заменяют учителей и руководителей. Сорвали очередной урок. И вот в кабинет зашел Закий Галевич Нурудинов, первый наш директор, знаменитый. Один из таких столпов образования города Нижнекамска. И у Рошникова Раиса Владимировна, она преподавала ботанику. Они пришли нас успокаивать. Она подошла ко мне и Закий Галевич сказала, вот в ком корень всех беспорядков. Надо его поставить, отвечать за дисциплину. И меня поставили старостой класса. Дисциплина наладилась. Потом за это меня первым в комсомол приняли. Из комсомола в комитет комсомола. И вот так трудовой путь начинался здесь. За время существования школы в ней произошло много перемен. Но неизменным оставались традиции. О них рассказывали октябрята, пионеры, комсомольцы. О них вспоминали бывшие директора школы. Алла Юрьевна Огородова пришла в 11-ю школу первоклашкой. Судьба вернула ее в стены родной альмаматор в 2010 году. Уже в статусе директора. Школа номер 11 всегда побеждала в смотру строя песни. И всегда принимали участие в параде победы. 11-я школа всегда является музыкальной. То есть всегда вот эти традиции, что сегодня тоже говорили, что учитель музыки всегда проводил замечательные хоровые коллективы, с которыми выступали. Это сохранилось до сих пор. То есть и педагогический коллектив, и ученический коллектив под руководством Милюшак Замбовны, Милюшак Замбовны всегда побеждал на всех конкурсах именно за хоровых коллективами. Глядя на сегодняшних учеников и учителей, сомнений нет. Они сохранят нажитые учебным заведениям традиции и передадут их новому поколению. Два года назад 11-я школа случилась в жизни Сергея Олеговича. Он стал шестым директором. У нас учатся 696 детей, которые, я думаю, смотрят на настоящих руководителей 11-й школы и берут с нас пример. Я думаю, что следующие выпуски будут точно такими же именитыми и такие же благодарные нашей школе. 50 лет. Много это или мало? За эти годы школу закончило 7958 учеников. Прозвенело 122400 звонков. Было потрачено полтора миллиона кусков мела. 50 лет это действительно определенный такой рубикон, но в то же время это достаточно молодой период. И впереди много хорошего, потому что еще раз наши педагоги, наши учителя, все те, кто организует учебный процесс, они высокого уровня профессионалы. И они преданы своему делу. Выпускник 11-й школы, депутат Госдумы Российской Федерации Эдар Медшин признается, одними из ярких воспоминаний остается запах краски и школьной столовой. Или потому что дефицит был, не знаю, или потому что действительно вкусно было. Но вот для меня на всю жизнь это какао и коржик. Праздник детства, юности, день рождения нестареющей школы был пропитан душевным теплом и согрел сердце каждого присутствующего на торжестве. Вера Вирцеров, Алир Акипов, Новости НТР.